привет друзья сегодня у нас обещанная уборка лука у нас здесь мы смотрите мы в том году снимали уборку лука но в том году мы сорта не записали а в этом году мы хорошо подошли к этому вопросу все записали сорта здесь у нас посажено 5 сортов 7 рядов лука и 5 сортов здесь есть у нас и золотистый лук и красный и белый сейчас мы вам все расскажем поподробнее как у нас получились эти сорта штутгарден есть хорошие экземпляры но он в этом году видите мы не особо удаляли стрелки немного по стрелковал у нас есть у нас здесь сорт который вообще ни одной стрелки не не дал у нас дожди были ну вот смотрите вторую луковицу это хорошая луковица а я вот вторую сорвала но очень сыром и даже видите в том году мы срывали луку вообще полностью вявшая листва была в этом году мы решили чуть пораньше потому что у нас сырая погода этот хороший ну по величине штутгарден неплохой лук такой есть крупные прям экземпляры есть средние но это я по сравнению со своими руками пока это один пока попался мне что подгнивший а так вот нормально но есть средние но стрелку сразу удаляем чтобы он подсох без стрелки вот отличные экземпляры прям по величине этот еще этот наверное самый большой давайте я вам сначала покажу сейчас я стардаст белый вам покажу а потом мы все уберем еще покажем вам результат уборки ну давайте это сорт лука стардаст белый нет прям таких крупных экземпляров хотя вот хороший экземпляр прям я считаю что отличный экземпляр давайте вот первое потому ряду тоже он по тому ряду но мелковатый сейчас если без лопаты но не нормальный ну и вот вырвала такой средненький если штутгарден там прям есть такие крупные луковицы и там средних мало там в основном крупный то здесь ну он такой средний сейчас еще покажу давай мне удобнее здесь удобней ну его надо копать он уже весь почти присох смотрите довольно неплохой лучок мы его вырвем и еще покажем вам результат так самый крупный в этом году лук который вообще не пошел стрелки вот вот этот ряд не единая стрелки это это белый это белый это белый это сорт лука геркулес посмотрите какой он в один в один весь такой крупненький в принципе оправдывает свое название кстати нет подгнивших может тот единичный попал потом посмотрим сколько таких будет посмотрите какой красавиц и он весь такой нет мелкого лука это сорт геркулес так теперь мы покажем вам красный сорт лука мы уже его вовсю едим он так ред семка тут нет прям крупных луковиц но он такой весь средний мы его в салаты сейчас режем я бы не сказала что там не не толстые вот эти чешуйки не как ялтинский красный обычный лук не просто красный по вкусовым качеством по моему тоже островатый вот такой сейчас еще вырву это я подряд иду и он весь такой не выбираю он весь такой средненький если геркулес он такой прям луковицы есть красный он такой не крупный но и мелкого прямо в этом году нет лука может вот такой весь семенной материал покупался в магазине семян в нашем местном именно маленькими луковичками как это пассивной материал лука в нашем местном магазине в принципе смотрите это сорт лука ред семка сейчас еще покажем вам золотистый семка тоже смотри он не стрелковался у нас там единичные экземпляры ну и по величине лука тоже приличный прям я смотрю смотри этот не уступает но этот более плоский этот более плоский смотри да а этот более округлый нет или мне кажется да а а в общем друзья собрали мы лук результат в этом году мы с луком хочу еще сказать что мы у нас последний ряд был у нас не вязался с записями его не было в записях мы давай искать переписку саша писал мне что последний ряд он докупал и мы садили еще один сорт сорт лука купи до такого тоже золотистого цвета в общем тоже неплохой лук но мы его садились разницы в неделю нашли еще в переписке что вот этот лук мы посадили 21 марта а купи до потом докупали садили через недельку наверно на выходных ну посмотрите что хочу я сказать по сортам этот сорт лука это штутгарден в принципе неплохой лук но он сама больше у нас из всех сортов пострелковался прям много луковиц неудачных там где стрелка он и деформированные мельче потом вот этот белый лук стардас что хочу сказать по нему лук не крупный есть даже вот такие мелкие экземпляры вот но есть и достаточно крупные экземпляры ну будем считать что он средний потом идет у нас сорт лука геркулес очень нам понравился весь один в один прям нету мелких весь крупность или крупный или средний в сторону крупного потом у нас идет red 7 к красный неплохой лук по вкусовым качествам он тоже острый не очень отличается от золотистого ну мы его в салаты у тоненько режем очень нам тоже понравился крупных мало экземпляров но вот таких в основном он вот такой вот средний кисть по стрелков не стрелковался там единичные экземпляры что еще хочу сказать что вот когда я начал рвать и я наверно третья луковица не было гнилая гнилого лука почти нет в этом году до 2 луковицы наверно мы совсем со всей плантации нашли прямо гнилых по агротехнике я вам сейчас скажу позже потом идет у нас золотистый семка но посмотрите какая красота он по моему даже с геркулесом единственное отличие что геркулес более приплюснутый золотистый семка он более округлый очень крупные луковицы так купидо мы садили не на недельку позже тоже он золотистый сорт единичные экземпляры там или или два или три стрелки пошел в основном без стрелок нет так вот если золотистый семка есть прям огромные луковицы мы прям огромным посмотрите ленте я еле в руку беру прямо огромный то в купидо он весь вот такой вот средненький есть отдельные экземпляры что можно назвать крупным но в основном он средний не знаю с чем это связано может из-за того что на неделю а может особенности сорта что он по величине вот такой давайте я вам расскажу по нашей агротехники в этом году в том году у нас много было гнилого лука и луковая муха присутствовала прям на разломе лука в этом году во первых в нашем регионе надо лук садить как можно раньше он не боится заморозков кратковременных но надо застать очень важно весеннюю влагу чтобы ему влаги было достаточно потом у нас в этом году обработки мы откорректировали первые обработки мы делали в мае где-то в начале 20 чиселы мая мы обрабатывали от болезней до саша подскажи по обработкам первый раз был топсин м первый раз обрабатка это от болезни там так сыра боковую смесь энджел сразу от луковой мухи в общем первое первая обработка была в двадцатых числах мая делали боковую смесь из топсин м и энджел сразу и от болезни и от луковой мухи да и плантофол то есть три препарата это в качестве прилипателя следующую обработку мы делали июне подскажи какую бы в наличии скоро у меня и обратно был энджел от луковой мухи это тоже была боковая смесь конечно боковая смесь сразу и туда же прили как удобрение прилипатель плантофол скор энджел да и и плантофол тоже это в июне делали боковую смесь тоже от луковой мухи от болезней и плантофол как прилипатель и как удобрение вот потом по поливу у нас в этом году дождями погода балует не жаркая у нас была погода для лука наверное это хорошо жару он наверно плохо да в том году на жарко было уже хватило до весны в том году у нас кстати лука хватило еще всю весну ели его в этом году я по объемам смотрю тоже так по удобрениям удобряли мы саш три раза три раза не травмофоской все три раза не травмофоской полив у нас капельный плюс еще были дожди в принципе это и вся агротехника ну естественно прополка от сорняков рыхление почвы после дождя все это у нас присутствовало так что друзья вот такой у нас в этом году разнообразный урожай лука надеюсь вы поставите пальчики вверх до подписывайтесь на канал до скорых встреч в этом году будем супом французским